Приветствую вас и, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что давать однозначный ответ на вашу проблему мне бы не хотелось, на ваш вопрос. Потому что если говорить что-то такое конкретное в узком смысле этого слова, в узком понимании, то получается, что вас будут ограничивать. Давайте попробуем по факту разобрать, проанализировать то, что вы написали. Вы говорите, что у вас, начисто вы, будучи добрым человеком, открытым, добрым, общительным человеком, сейчас не хотите общаться с людьми. С какого-то момента у вас возникли проблемы, разочарования в людях и так далее. Вы считаете на то, что мало людей, которые не уйдут из жизни, мало друзей. То есть есть у нас с вами три момента. Это, значит, то, что вы добрым, общительные и позитивные. Второе, это то, что у вас произошло разочарование. И третье, значит, то, что вы считаете, что у вас мало друзей. Начнем, пожалуйста, с первого. И скажем здесь так. Вы были несколько наивны. У вас было иллюзорное представление о том, как общаются люди в мире, как общаются люди между собой. Наверное, вы считали, что все люди общаются так, как это делаете вы. То есть искренне, да, незамутненно, честно, без своей выгоды, без предательств и прочего. И когда вы столкнулись с корицей, то, естественно, вам стало неприятно. Естественно, вы испугались, вам стало неприятно противно, и вы дистанцировались от этого. Что поделать, так обычно бывает, когда у человека спадают розовые очки, и на то, чтобы принять мир таким, как он есть, нужно время. Вам сейчас требуется пережить тот период жизни, когда ваше сознание переживает расширение. Оно обрабатывает новые знания, новые представления о мире. Представления о мире более реальные, более адекватные, объективные, и вам их требуется сделать частью своего опыта. Когда это произойдет по времени, сложно говорить, потому что это зависит от вашей личности. Но я думаю, что сейчас вам именно в этом ключе не нужно особо думать. Просто постарайтесь уяснить для себя одну важную вещь. То, как вы видите мир сейчас, когда люди предают, там, уходят из жизни, ваше и так далее, это нормально. 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 То есть это, в принципе, повсеместное поведение. И вы либо живете в этом мире, либо нет. То есть тут у вас вот выбор. Но если вы отказываетесь жить в таком мире, то вы рискуете быть одной. Одинокой. Вы рискуете быть вне общества, и вам уже грязят. Принимаете вы то общество, в котором вы находитесь или нет. В решении это принимать реклам, я надеюсь, что вы его примете верно. Дальше у нас идет, собственно, разочарование о поведении людей. То есть вот вас предают, значит, оплаты уходят и так далее. В первую очередь нужно сказать так, что понимание того, почему люди предают, поможет вам лучше осознавать причины следственной связи между поведением людей и их поступками, между их мотивами и их действиями. И вы будете лучше понимать этих людей, и, наверное, не будете на них злиться. Потому что вы будете отдавать себе ответ в том, что ими движут. Придают и уходят, делают больно, причинают страдания другим людям те, у кого есть свой собственный дефицит желаний. То есть человек, который обладает гармонией внутри себя, он никогда не причинит другому человеку боль. Он никогда не обидит его, никогда не предаст. Потому что, ну, про предательство мы отдельно расскажем. Потому что такой человек, будучи полным, духовно, всегда стремится быть среди рамок. И он тянет других людей за собой. А люди, которые причиняют боль другим людям, они за счет них стремятся самоутвердиться. И прежде чем злиться на таких людей, прежде чем обижаться на них, вы попробуйте понять. Понять, что этим людям очень тяжело. понять, что они несчастны. Понять, что они таким способом, пусть не очень хорошим, пусть единственно доступным для себя, пытаются как-то получить то, что им нужно. И очень многие люди, других людей, видят как средство для достижения своих целей. Излишне говорить, что это неправильно. Это порочно. И ничего с этим не поделать. Вы либо принимаете человека и цените его за другие достоинства и принимаете его недостатки, либо нет. Ваше право. Что же касается предательства, то здесь ситуация такова, что если человек предает и сам сожалеет об этом, то есть у него имеется негативное отношение к тому, что он сделал. В этом случае можно говорить о предопредательстве по ошибке. То есть человек по ошибке предал другу. Ну, так бывает. Так бывает. Соблазн, знаете, различные влечения. Бывает. По неопытности особенно, или если человек эмоционально развлекаемый, эмоционально зависимый, то такое бывает. И в этом случае, если человек сам негативно относится к тому, что он сделал, к предательству своему, его можно понять. Его нужно понять. И можно дать второй шанс. Потому что обычно такие люди, они осознают весь ужас того, что они сделали, и в силу осознания, возможно, больше такого не повторят. То есть нужно всегда смотреть на предательство правильно. То есть смотреть, как человек сам к этому относится. Раскаивается он или нет. Меняется ли его поведение после или нет. И если видите, что раскаивает, если видите, что поведение меняется, ну, постарайтесь его принять. Постарайтесь дать еще один шанс. Если человек этим шансом не пользуется, тогда да, тогда, конечно же, можно говорить о том, что такому человеку нельзя верить. Но процент тех, кто не хочет предавать, но все равно предает ошибки и раскаивается, потом примерно такой же, как и процент тех, кто предает и не раскаивается. Просто второй случай более заметный. Он более негативный. А негатив оставляет более яркий след в нас. Что касается людей, которые предают и при этом не раскаиваются, то эти люди, они никогда не видели вас в качестве того, кем вы себя считаете для них. И это очень важный момент. Человек, который предает и не раскаивается, действует только в своих интересах. только с учетом своих желаний и не более того. И потому, если такой человек предает и увидите, что он не раскаивается, это означает, что вы для него никогда не были кем-то большим, кем-то важным. А то, что вы считали себя таковым для него, это была ваша ошибка. Вы обманывали себя, но и, к сожалению, ответственность за это нести вам, только вам, а не ему, не предателю. Да и предателем, но предателем он в этом случае не является. Ведь с его точки зрения все хорошо. Он просто действовал в своих интересах и все. Этот момент, я надеюсь, тоже понятен. Далее вы пишите, что у вас мало друзей. То есть, грубо говоря, вы не доверяете людям. Ну, есть распространенное мнение, и вы, наверное, это мнение знаете, что друзей не может быть много. То есть, действительно, людей, которые вам дороги и которым дороги вы, один-два человека. Не включая родителей всегда и родных. Но вы, наверное, задаетесь другим вопросом, как строить отношения. Вот вы не хотите строить отношения, потому что вы понимаете, что это бессмысленно. Исходя из того, что вы пишете, я думаю, что вы не умеете, не знаете, как правильно строить отношения. Вот вы пытались их построить по своим ценностям, по своим взглядам, и у вас не получилось. А теперь вы не знаете, как дальше это делать. Я думаю, что вам нужно учиться заново. И учиться вот примерно по какому алгоритму. Вот примерно по каким критериям. Смотрите на то, как человек к вам относится. Смотрите на то, какие человек совершает поступки к вам. Смотрите, как человек реагирует на то, что вы ему помогаете. Как человек реагирует на то, что он вам помогает. Если человек делает это бескорыстно, безусловно. Просто для того, чтобы сделать Это хороший человек И его можно Досматривать Как потенциального партнера И для дружбы И для любого отношения И для чего-нибудь еще Но если вам в человеке что-то не нравится И вы понимаете, что Это антибатия Напрямую зависит от его действий Например, вы считаете, что Человек ведет себя по отношению к вам Недостойно То вот это как раз таки и не нужно терпеть А если вы видите, что человек Выцелет на показ Что он для вас делает Чего-то требует от вас Считает, что вы ему что-то должны То это тоже не искренние отношения Это отношения Скорее по расчету И такие отношения Конечно, вам Ничего хорошего Не принесут Вообще И вот нужно наблюдать За тем Как люди Себя ведут С вами Ведут себя хорошо Ведут себя так, как вам нравится Отлично Принимают их Но всегда требует помнить Что нет идеальных людей У всех есть свои недостатки Это раз И два Необходим Некий Образ Идеал Идеал, например, того же Мышины Который у вас есть Идеал Той же дружбы Для чего? Чтобы вы четко Представляли себе Куда вы стремитесь К чему вы стремитесь И очень важно Правильно Определить для себя Среду Которой вы Строите отношения Если вы Видите Целью Самую целью Собственно Отношения То это Не совсем Правильно Потому что Когда человек Концентрируется На отношениях Он Слишком много Энергии Тратит На свои Желания Относительно Отношений А поскольку Личные отношения Это Та сфера Которую Никто Никогда Вам не может Гарактировать То она Развивается Спонтанно Для нее Естественный Процесс Расстрития Это Случайно И Не нужно Стараться Программировать Эти отношения Но Можно И нужно Заниматься Отношениями В процессе Деятельности Так Чтобы Базы Для Отношений Служили Ваши Общие Интересы И Соответственно Мы Приходим К тому Что Для Успешных Отношений Вам Нужно Развиваться Самой Активно Заниматься Деятельностью Учиться Работу Доспаться Хобби И так Далее И вот В процессе Этой Деятельности Вы будете Встречать Людей Которые Будут Разделять Ваши Интересы Ваши Вгляды И вот С кем То Из них Вы Изблизитесь Это Не Как В детстве Когда В процессе Игры Это К сожалению Немножечко По другому Работа Вот Примерно Так Можно Помочь Вам Разобраться В проблеме Безусловно Остались Вещения Выясненные Моменты Например То Что Вы говорите Что Проблема Не В вас Не Хотел Бы С Вами Спорить Если Вы Считаете Что Проблема Не В вас Пусть Так Но Дело В том Что Раз Ситуация Произошла С вами То Важна Ваша Реакция На Нее А Раз Ваша Реакция Ведет К тому Что Вы Не Влюблены Чем То Значит Проблема Все Так И В вас До Тих Пор Пока Вы Это Отрицаете Решить Ее Представляется Достаточно Сложно Человек Только Осознавая Что Он Делает Что То Неправильно Может Надеяться На Изменение Чего То В Своей Жизни А Пока Человек Считает Что Виноваты Другие Виноваты Окружающие К сожалению Надеяться На Решение Проблемы Нельзя На этом Все Если Какие-то Вопросы Остались Пишите Помогу Вам Если Вам Понравился Мой Ответ И Показался Полезным Буду Благодарен Если Вы Его Лучше Сделаете Нажав Кнопочку Удачи Вам Всего Добра